В поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале S&G. Мы продолжаем проходить игру «Ведьмак 3. Дикая охота». Меня зовут Слуцкий Александр. Ну что, садимся уже и едем. Все, что можно, я здесь насобирал в прошлой серии. Все растения, струпов, этих чудовищ, также все собрал. Лошадь. Большую часть времени ведьмаки проводят в поисках новых заказов, пересекая для этого широкие равнины, поднимаясь на горные перевалы и пробираясь через болото. По счастью, в путешествиях Геральт всегда может положиться на свою лошадь-плотву. На платву навьючены сидельные сумки, в которых Геральт может хранить свои вещи. Чтобы подозвать платву, дважды нажмите L3. Окей. Так, ну-ка, лучше, чем в Скайриме, да? Я думаю, да. Чтобы перейти на голубь в движении, зажмите крестик. Пошла. Я рассказывал, встретил я как-то чародея, который утверждал, что это нам исключительно полезные существа. Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет. Потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А-а-а. А он знал, что живых они тоже едят? Нет, и очень из-за этого огорчился. Это разрушило всю его теорию. Кстати, чуть не забыл. Между прочим, между прочим, мне нужно сделать чуть-чуть потемнее все-таки. А то я заметил на видео как-то все слишком светло. Именно когда я играю, мне нормально. А после монтажа и обработки на, собственно, канале, на ютюбе, немножко все светлее, чем нужно выглядит. Нереалистично. Я немножко поубавил светлости. Надеюсь, будет получше теперь. Ну, а про трупоедов этих мы, конечно, прогулей. Забавную весточку послушали от Геральта, да? Все события в играх, начиная с первого Ведьмака, происходят после событий и сюжета книг Анжея Сапковского. Поэтому здесь уже, собственно, фантазия разработчиков. И сюжет именно они. Лошадь-энергия. Ваша лошадь не сможет скакать карьером, если ее энергия упадет до нуля. Карьером это... Ага, слишком быстро. Не-не-не-не, не хочу. Успокойся, да. Не торопясь, поедем. Тут такие красоты, которые хочется просто встать и осматривать. Нет, все-таки видами игра просто поражает. Ну, а здесь повесили. Пленников, не пленников, не знаю, кто это. Можно почитать? Тихо, нет, 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 надо зажать, зажать, Геральт, зажать. Давай слезем. Ну-ка, да, можно. Распоряжение А-280, А-280-9. Строго запрещается захоронение тел повешенных дезертиров и бунтовщиков. Нарушители, пойманные за попыткой снять тело повешенного, будут немедленно казнены. Генерал Майрвен Росен. Наместник провинции Тимерия. А мы можем их снять? Нет, похоже, нет. Смотрим, что. Есть что у кого-нибудь тут? Кроме растения, которое я соберу, раз уж спустился. Лепестки, Чемерицы. Ничего здесь нет. Тогда просто продолжаем свой путь. Плотва. Вижу деревню какую-то впереди. Шевелись, Плотва. Сожженная деревня. Все тягости войны нам здесь показывают в начале игры. Еще два повешенных человека. Женщина плачет. Там в доме что-то есть, Весемир. Даже не знаю, стоит ли тут воровать. Наверняка это нельзя делать. Нас за это жестоко накажут. Ё-моё. Мужа убили сына, кого брата? Крестьянка. Поговорить я с ней не могу. Дверь открыть тоже. Да, внутрь мы не попадем. Ну ладно, видимо здесь нам пока рано пытаться зайти. Ну забери Геральт, пожалуйста. Отлично. Ладно, продолжаем свой путь. Просто сожгли все. Смотрите на дом. От него ничего не осталось. Жителям остается только плакать. Можно направо повернуть. Дети тут стоят у дороги. Жутко, конечно. А, какой лес впереди, а. Какая красота. Трава подминается под копытами. Блин. Я не знаю. Слева там враги, кстати, да? Судя по карте, по крайней мере. Но мы их можем просто пробежать. Они в воде, похоже. Даже не буду на них тратить время. Продолжаем ехать за весь миром. Ой, слышу эти противные звуки, которые они издают. По-моему там утопцы. Одни из самых распространенных монстров здесь. Весимир. Ну ты че? Не торопись. Кажется, приехали. Идем. На помощь! Помогите! Что стряслось? О-о-о-о! Грифончик. Раздирает лошадочку. Так, ведьмаки задело. Геральт успел его ранить или нет? Ну, обед он унес с собой. По-моему, Весимира. Весимира вроде как ранили, да? Да, да, да. Улетел? А вот и тот, кто звал на помощь, да? Да, так точно. О, боги! Я ж едва не кончил так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а Грифоны любят помучать. Едят живьем по кусочку. Жестоко. И правда повезло парню. Вам надо думать, вознаграждение полагается? Да не, ничего не надо. Ты нам ничего не думал. Мы же добренькие, помните, да? Мы тебе помогли. А говорят, что у ведьмаков сердца нету. Мыл они бесплаты и пальцем не шевельнут. А еще говорят, будто мыши из гнилой соломы родятся. Как там след? Как я и говорил. Доходит до большака и обрывается. Затоптан. А вы ищете кого? Да, одну женщину. Да, одну женщину. Невысокая, длинные, черные волосы. Видел такую? Нет. Ну вот что. Тут в белом саду есть корчма, единственная в округе. Проезжие часто там останавливаются. Так может, чего и узнаете? И вот еще что. Хозяйкой там моя двоюродная сестра. Скажите, что Брам вас послал. Так она вас примет как родных. А вот и плюс того, что мы не взяли деньги, да, похоже? Тем более тебе рано нужно очистить. Да что там. Он меня едва царапнул, но... Ржаной водки я бы выпил. Такой, знаешь, холодный. Прямо из погребка. Как едем? Ну, решено. Поехали. А мы можем еще с купцом? Подожди. Привет. Нет, не можем. Бестиарий. Так. Вот этого мы еще не знаем. Бестиарий. Используя... Выберите глоссарий. Так, подожди. Глоссарий. Бестиарий. Обучение персонажей ремеслов. Бестиарий. Грифон. Записи в бестиарии содержат дополнительные сведения о чудовищах. В том числе советы о том, как с ними сражаться. Ну да. Да-да-да. Там трупоеды еще у нас. Гуль. Как раз мы его убивали, да? Так, а в бою поможет... Это что? Я как бы не знаю. По картинке пока что, что за... Зелье. А там еще не только зелье, знаки еще. Ходят гули у дороги, съели руки, съели ноги. Скоро им жратвы не хватит, так что ты смотри, приятель. Детская считалка. Нормальная такая местная. Детская считалочка. Гули и гравейров нелегко описать. С одной стороны они напоминают человека, но с другой они полная его противоположность. Хотя руки и ноги у них, за исключением ступней и ладони, человеческие. Ходят они на четвереньках, подобно собакам или барсукам. Лица у них, как у обычных мужчин. Однако не стоит искать в них и следа, хоть каких-то чувств, разума и хотя бы искру сознания. И медвежит только одно. Неутолимая жажда свежего человеческого мяса. Грифон. Ну да, полуорел был полукот. Совсем как у дворян на гербе. Только в когтях нес не скипетр, а коровье стерво. Стерво анонимный свидетель нападения Грифона. Когда-то Грифоны жили только высоко в горах. Где охотились на сусликов и горных коз. Но однажды они поняли, что на населенных людьми равнинах найти себе пропитание гораздо проще. Неважно, корову, овцу или пастуха. Это чудовище, соединяющее в себе черты орла и дикого кота. Буквально за несколько лет стало одним из самых ужасных бедствий северных королевств. Особенно дурной славой пользуются королевские грифоны и архигрифоны. Вау, есть еще и архигрифоны. Круто. Я не буду, конечно, все это на запись читать в дальнейшем. Но первых двух монстров, встреченных в игре, почему бы и не прочитать про них, да? Другая панель. Так, опа, инъедиенты. Бой. Блоки. Быстрая атака. Временные эффекты. Так, ну это мы все изучали. Бомбы. Быстрый переход. Тут все, короче говоря, можно прочитать, если у вас возникнут вопросы какие-то. Все в игре можно, собственно, научиться. Даже вот зайдя просто в этот бестиарий, идеологи. Знаки. Интерфейс. То есть тут все рассказывается. Лазание, препятствия, уступы, лодки, лошадь. Все тут рассказывается как что. В общем, здорово, здорово, здорово. Так, персонажи. Весимир, Геральт из Ривии, Йеннифер из Венгерберга, Ламберт, Лютик, Цирилла, Эскель. Ну, собственно, все те, кого мы видели уже. А в ремесле. Так, военная кожаная куртка. Интересно, у нас нет пока ингредиентов. Только кузнецы могут создавать оружие и только бронники броню. Ищите значки, отмечающие мастерски этих ремесленников на карте и на мини-карте. Ну, собственно, будем знать. Сами мы крафтить, видимо, не сможем, да, ничего? Только им заказывать. Ну, хорошо, хорошо. Так, алхимия. Пока не могу. Видимо, не умею пока. Так, а у него есть что-нибудь тут подобрать? Похоже. Похоже, нет. Я немножко пока не привык к камере, друзья мои. Просто потому, что обычно в играх она предоставляет тебе полную свободу. Здесь же нет. Здесь поворачиваешься. И, собственно, ведьмак либо на лошади, либо сам поворачивается тоже в эту же сторону. То есть оглядеться спокойно он тебе не дает. Видите? Сам поворачивается. К этому надо будет привыкнуть. Ладно. Можно, конечно, остановиться и осмотреться. Тут уже ничего нам не помешает. Но будем иметь в виду, короче говоря. А пошло. Ну, я смотрю, тут жители-то не особо унывают. Я, кстати, кого-то там вижу. Блин, у меня же охота поговорить со всеми. Ну, серьезно. Давайте пробежимся, ну-ка. Ильгарский солдат. К нам записаться не хочешь, Норген? Курочки, петушки. Ха, забавно. Солдаты тренируются. Чего надо? Нет, с ними не поговорить, похоже. Ильгарский солдат. Ильгарский поведет нас прямо на Новиград. Отойди. Ладно. Значит, нильфгардские солдаты. Хорошо. Когда-то здесь были действительно королевства севера. Теперь нильфгард, видимо, даже тут уже все захватил. Ну, неудивительно, на самом деле, с их-то мощью. Ладно, погнали. Погнали дальше. Белый сад, значит. А какие опасности нас тут могут поджидать, по мнению Весемира? Вот уж интересно. Лодку вижу. Интересно, сможем ли мы на ней куда-нибудь поплыть? Парни камни кидают в речку. Круто. Так, населенная местность. Вы подъезжаете к деревне, ведите себя пристойно. Помните, что стражники не потерпят воровства и не любят тех, кто слишком донимает других. В городах и даже в деревнях нередко устанавливают доски объявлений. На миникарте они отмечены значком. Читайте объявления, чтобы найти работу для ведьмаков и другие возможные заказы. А также узнать местные новости. Будем знать. Значит, приставать особо никому нельзя. Стража придет. И также воровать нельзя. Но это логично. Хотя в первом ведьмаке хоть сколь угодно. Заходи в дома и бери что угодно. Это я помню. Парень тут имитирует. Давай, парень. Что ты несешь? Костерок. Такий мутчик-чик. Башку-то и отрубили. Было такое. Только мальчонку утопец сожрал. А ведьмак был не печен. И что тогда сделать? Не торопись. Бррр. Ну, головы-то обратно не пришнешь. Говорят, положили тело его в скелет. Да уж. Не повезло тому ведьмаку. Согласитесь со мной, да? Кто-то плачет. Ну, не знаю. Все это живо выглядит на самом деле. И это очень нравится. Очень нравится. Там кошак сидел. Видели? На дороге. Вроде как все-таки деревня. Несмотря на то, что потерпела тут. Бойню. Военную. Живет. Что? Сними это, пока не поздно. Это, между прочим, Герд. Тимерские лилии. Пускай висят. У нас уже не Тимерий, Дед. А Нильфгард. Да, местный народ живет. Под Игом, что ли? Нильфгардом, можно так сказать? Ну, вот и наши герои. Ведьмаки? Я с выродками не пью. Ммм, как обычно, да? На ведьмаков тут смотрят косо. Есть такое дело. Видели, видели, да. Кстати, да. Что с ним? Живой. Передает привет. Судари-ведьмаки. Еда и питье за мой счет. Чего изволите? О! Нам помогло. Так, понял. Торговли, значит, обозначены следующим образом. Не, заплатили. Значит, не взяли деньги с ее родственника, да? А тут у хозяйки корчмы можно сразу взять, да? Не-не-не-не, не будем. Слушай, оживлено тут у вас. Оживлено тут у вас. Так ведь все в пути. Один родных ищет, другой от фронта бежит подальше. И каждому зайти надо выпить, ночь в тепле провести. Значит, война вам на руку. Пока она, конечно, так. Но по мне, лучше б мир вернулся. В такое время никогда не знаешь, что завтра будет. Она права на самом деле, потому что могут прийти и просто все опять снести здесь. И корчмы не будет, и ее не будет, и вообще никого не будет. Поэтому какая нафиг война на пользу? Геральт, ты че? Так, ладно. А че у нее есть на продажу? Скажи, че у тебя есть. Да понял я, господи. Так, это мое. Или нет, это лавка. Нет, вот продавец. Подожди, не понял. Алхимия и ремесло. Этот предмет нельзя продать. Используемые вещи. Факел можно продать, не буду. Вещи для заданий. Снаряжение. Это мое. Все, понял. Это то, что у нее есть. А у нас сколько монет? Не вижу. У нее сто... А, у нас 250. А у нее 168. Понял. Яйцо. 5 секунд. Восстанавливать здоровье. Круто. Так, пища. Куриная ножка. Виноград. Ну, даже не знаю. Хлеба бы я купил. Он неплохо так устанавливает. Длительность эффекта. 5 секунд, да? Печеная картошка, кстати, еще больше. Ну, у нас вроде пока по еде там все нормально. Весемир просил. Помните, водки? Он, я думаю, сам купит себе, нет? В общем, будем знать. Тут также еще карты для гвинта. Гвинт, это местная игра. Тоже надо будет попробовать в нее сыграть. Настольная игра в войну. Можно так ее назвать. Местная перцовка. Ну, ладно. Ничего не буду покупать пока. Монеты, мне кажется, нам еще пригодятся. Вообще, мы ищем одну женщину. Я ищу одну женщину. Темные волосы, фиалковые глаза. Одевается только в черное и белое. Ехала из вербиц. И... Знаю, что это звучит глупо, но... Пахнет сиренью и крыжовником. Не видал такой. Я бы запомнила, уж поверьте. Да. Ее не забудешь. Может, кто другой вам подскажет. Много тут приезжих со всех сторон. Поспрашивайте. Ну, в принципе, да. Так, можно закончить. Ну и... Да. Спасибо, это все. Спасибо. За все. А, за все. Ну что, с кем будем говорить? Весемир. Сударь и ведьмаки. А может, вы бы Грифона убили? А то прям беда с ним. Сперва-то он только скотину с полей таскал. А последнее время людское мясо распробовал. И схватывайте боязно. Если нам кто-нибудь заплатит, я не откажусь. Расстроили женщину. Но вообще, это уже как стандартный заказ ведьмаку. На этом они живут. Так что тут уж отказа... Ну, в смысле, тут уж бесплатно мы работать не будем. Ты купил водки себе, нет? Весемир. Да, купил. Хлещет уже. Так, поменьше внимания. Вижу двоих. Черные. Давайте послушаем. Черные, я так понимаю, это не про кого? Ну, надо разбираться. Я, если честно, забыл, кого называли черными. Так, крестьяне. Здоровеньки. Я кое-кого ищу. А мы покоя ищем. Ага, игнорите, значит, да? Покуда у нас пиво в кружках не скисло. Так, варианты диалогов, отмеченных знаком. Как он там? А, акси, да. Используйте, акси. Этот знак воздействует на разум других существ, подчиняй их вашей воле, чтобы научиться зачаровывать собеседников, получите навык обман в окне умений. Развивайте его, и вы сможете влиять на сознание даже самых неподатливых и упрямых собеседников. Круто. Но я не буду его использовать. Насколько я помню, это палевно и другой... Любой другой человек рядом может это заметить и выдать. Выдать нас. Я просто хочу поговорить. Мне надо задать всего пару вопросов. Глухой ты или как? Никто тут с тобой болтать не будет. Если тебе компанию хочется, так в хлев иди, скотину у кормушки развлекать. Ха-ха-ха-ха, ну ты его подосрал. О, язык у тебя сейчас окажется, мне кажется, где-то не там, где он должен быть. Мое терпение заканчивается. Я теряю терпение. Как оно выйдет, ваши головы покатятся по земле. Да мы только шутейно так говорим. Была здесь женщина со смолеными волосами, одетая в черное и белое? Мы ничего не знаем. Не трогайте нас. Уверен? Оставь нас. Мы с тобой не болтать, не драться не хотим. Отвали. Не станем мы с тобой языками трепать. Эх, ну ладно. Ничего не узнали у них. А мне кажется, они что-то знают. Вот серьезно. Неправильно мы поступили. Видимо, надо было знаком воспользоваться. Ну, кто бы знал еще. Можно выйти, да, сразу? Нет, мы выходить пока не будем. Рано! Мы еще не со всеми далеко поговорили здесь. Еще куча народу сидит. В том числе и нелицеприятные нам товарищи. А вот и кот. Ха-ха, нифига ты толстый. Откормили тебя тут в корчме. Гюнтер 1. Кто такой? Я ищу женщину. А-а-а. Как и все. Нет, не как все. Ах. Это пахнет сиренью и крыжовником. Одевается в черное и белое. Два шнапса. Ммм, даже так. Это улучшит тебе настроение. Ладно, выпью. Че нет-то? Ладно, выпью. Он понял, о ком мы говорим сразу, да? Непростой мужик. Непростой. Я не говорил, как ее зовут. Но хорошо ее описал. А у меня так. Если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Да, неубедительно. Нильфгардская лимонная мы получили, кстати. А кто ты-то вообще такой? Кто ты? Паршивый бродяга. Гюнта Родим к вашим услугам. Бродяга это теперь профессия? Когда-то я торговал зеркалами. Потому веселая молва окрестила меня также господин зеркало и стеклянный человек. Стеклянный человек, значит. Ну, ничего нам это не дало. Бродяга. Ну, блин, не знаю, что ты на бродягу. Похож, конечно, вроде. Непростой все равно бродяга. Вот чует мое сердце. Откуда ты знаешь Йеннифер? Откуда ты знаешь Йеннифер? Что за вопрос? Из баллад мастера Лютика. У бедного торговца нет другой оказии прикоснуться к великому. Ну, если только ему не повезет, так же, как мне. И он не нарвется на очень терпеливого ведьмака. На самого Геральта из Ривии. Мясника из Блавикена. И меня знает, да? Вот это да. Меня ты тоже знаешь по балладам мастера Лютика? Твое здоровье. Видимо, да. Ну, а где Йеннифер-то? Ты видел Йеннифер? Прости, но я просто обязан спросить. Речь идет о любви. Какого хрена? Ты вообще первый встречный. Я тебе буду рассказывать сейчас? Не твое это дело. О, да. Бродяга не заслужил, чтобы перед ним отчитывались. Говори, что знаешь. Пока ты не появился, мне и в голову не приходило, что это Йеннифер. Кто бы мог подумать? К делу. Разведчик Нильфгардского гарнизона ее видел. Где? В их лагере. Она ворвалась туда среди ночи. Черная и белая. Крыжовник и... Да, я знаю. Нарала на командира гарнизона и помчалась дальше. Куда? Я не всеведущий. Спрашивай в гарнизоне. Спасибо. Насколько я помню, по книгам... Эй, люди с большака должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я окажусь в беде, а ты будешь поблизости. Возможно. Так вот, помню по книгам ведьмачки... В смысле ведьмачки? Магички. Вели всегда. Свою игру в этой войне. Поэтому не исключено, что Енифер опять своими темными делишками занимается здесь. Вот, не зря же она там по гарнизонам бегает, е-мое. Ладно, крестьяне. С вами еще не говорил. Устая трата времени. Скорее, Земля станет вращаться вокруг Солнца, чем ты поймешь правила. Могу я тебя отвлечь на минуту? Я так понимаю, это та самая игра? Почему нет? Альдерт Гейрд, заслуженный профессор Аксенфурдской Академии. Ого. Читаю курс современной истории. Что ты тут забыл-то? Ты зрели, ведьмак. Незаслуженный. Я ищу одну женщину. Длинные волосы, одеты черные и белые. Ты видел такую? Разумеется, нет. В отличие от Охлоса, я знаю, что Вестница Войны лишь сказка. Чего у тебя глаза такие красные? Наклюкался уже. Вестница Войны? Ты про кого вообще? Вестница Войны? О чем это ты? Люди болтают, что по ночам через поля ездит морок, который выглядит как прекрасная женщина. Такая, как ты описал. За ней движется войско, а того, кто перейдет ей дорогу, ждет несчастье. За последнее я лично ручаюсь. А ты знаешь, где ее в последний раз видели? Нет. Меня интересуют факты, а не легенды. Факты, значит, да? Ну вот, это у меня был первый вопрос, когда я узнал, кто мой собеседник. Не ожидал встретить здесь ученого. Я так понимаю, ты бежишь от войны. Ровно наоборот. Я еду на фронт. Тебе жизнь не мила? Знания для меня милее жизни. А сидя за книгами, их не добудешь. Я хочу увидеть агрессию Нивгарда собственными глазами. Понять ее и описать. Это будет мой опус магнум. Возвращайся к книгам пока можно. Для ученого, конечно, дело, наверное, неправильное. Идти на войну. Хотя, если что, опиши войну такой, какая она есть. Может, хоть кто-то, наконец, запишет войну такой, какая она есть. Без вымышленных речей и героических генералов. Напишет про насилие и бессмысленную жестокость. Видно, как не хватает тебе академического стиля. Насилие и жестокость это детали, не имеющие значения для хода войны. Можно сказать, сопутствующий конфликтом колорит. Ага. Скажи это людям, у которых сожгли дом. Кто-то я, но замолчал сразу. Война уже дошла до Новиграда, что ли? Война уже дошла до Новиграда? Нет. Но это вопрос времени. С одной стороны реки Нильфгард, с другой Редане. Они облизываются на город, как псы на мозговую кость. Эта кость застрела в горле у многих, владык. Правда. Мы в Новиграде ценим свою свободу. И знаем, как за нее сражаться. Ага. Особенно ученые. Сражаться можно не только мечом. Не забывай, что архитекторы нашей академии спроектировали городские стены, которых еще не сокрушила ни одна военная машина. Ну вообще, Геральт, он прав. Ладно. Собственно, все, да? Ничего мы и не узнали от него про Йенниферта. Мне надо идти, прощай. Погоди, ведьмак. Мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты и в Гвинт играть умеешь? Гвинт. Ну давай попробуем, я хоть научусь. Нет, у меня нет времени учиться. Но ведь это так просто. Давай. Новая игра какая-то. Были кости, теперь Гвинт, да? Реплики со значком начинают игру в Гвинт. Окей. Будь по-твоему. Почему нет? Отлично. Сейчас объясню тебе правила. Я очень надеюсь на это. Что я пойму. Так. Гвинт. Древняя краснолюдская игра, которая представляет битву двух армий. Игроки полководца, карты их войска. Понял. Я делаю первый ход. Подожди. Для начала возьмите из колоды 10 карт. С ними вам предстоит играть всю партию. Так. Мороз. Это карта отряда. Число в верхнем левом углу означает ее мощь. На поле битвы это число прибавляется к суммарной мощи игрока, выложившего карту. Понял. Вроде бы. Так. Кайдвенский осадный мастер. Откалибруйте базу на 5 градусов. Так. Точно, сука. Че? Дает плюс 1 всем отрядам в ряду. Угу. Сабрина Глеси... Глевисик. Вообще-то она Глесивик вроде была. Или Глевисик. Че-то я уже... Это книжки, по-моему, Глесивик она была. Дочка Эдвенских лисов. Так. Ну. Ладно. Я не могу, да, выбрать. Значок показывает, в каком ряду на поле битвы можно разместить карту. Рукопашный, дальнобойный, осадный. Этот осадный. Понял. И специальное умение я уже прочитал. Погодные карты. Ага. В число специальных карт входят погодные карты. Они снижают мощь всех карт определенного типа на поле битвы. Включая ваши собственные карты. То есть, скинул карту из своих и чужих снизил. То есть, нужно будет думать. Здесь. Ну, я чувствую, интересная игра-то на самом деле. Так. Мороз, ливень и еще там что-то есть. Так. В самом начале каждой игры можно скинуть до двух карт и взять вместо них новые. Но сейчас давайте пропустим этот этап и сразу перейдем к игре. Ну, давайте пропустим. Что я могу сказать. Здесь находится поле битвы. Это ваша сторона. Сверху сторона соперника. Я понял. Во время хода игрок может выложить на поле битвы одну карту или спасать. В каждой колоде есть лидер. Он обладает специальным умением, которое можно использовать в бою только один раз. Активировать специальное умение можно в любой момент, нажав треугольник. А какое у меня специальное умение? Кто бы знал еще. Так. Специальное умение, говорите. Где бы его посмотреть? Спасовать. Управление. Масштаб. Сдаться. Ты? Умение лидера. Возьмите из вашей колоды мглу и сыграйте эту карту немедленно. Родственная любовь. Что может быть прекраснее, чем сестра на коленях брата? Ой-ой-ой-ой. Фольдест. Ай, король Тимири, блин. Так, ну ладно. Пойдем, наверное, вот с мечника. Это глупо, но погнали. А число слева показывает общую мощь ваших отрядов. Число справа показывает мощь данного отряда. Оба эти числа изменятся, когда вы выкладываете карту на поле. В конце раунда игрок с самой большой суммарной мощью побеждает. Вроде все просто. Во время своего хода вы можете спасовать. Ага. Если вы пасуете, не можете выкладывать карты. Ваш противник может выкладывать карты до тех пор, пока тоже не решит спасовать. По сути, если вы совершенно уверены, что победите с теми отрядами, которые вы уже ввели игру. Или чтобы сдаться и прибречь карты для следующего раунда. Понял. Раунд заканчивается, когда оба игрока спасовали. Угу. Сравнивает общую мощь. И потом, собственно, кто-то побеждает. Новый раунд с нуля. Понял? Вроде понял. Не знаю. Сейчас посмотрим. Вряд ли, наверное, до конца. Я понял. 2-1. Он ведет. Окей. Какие у него еще интересные карты есть? Я не знаю даже. Наверное. Если мы сейчас... Снег, это как раз-таки для ближнего боя, да? Давайте лучницу. Сабрину Глевисик. Дочка Эдвенских лесов. 5-2, но у него ход. В запасе. Цинтия. 6-5. Окей. Мы так не победим. Если я использую лучника, тогда он кинет наверняка карту, которая блокирует лучников. Поэтому что мы сделаем? Мы кинем катапульту. Баллиста. Да, я был прав. Она идет в третий ряд. И у нас в итоге 11. У него тоже 11. Вот уж интересно. Но у него при этом сильнее мечник. Поэтому я кидаю снег. Мороз. Да, и из-за этого... Да, из-за этого веду 11-10. Мы как бы сравняли их. Так, он лучника кинул. Я кидаю так же, лучника. У нас будет больше. У нас будет... 15-13. Так точно. Сейчас он наверняка бахнет лучника. Нет, смотри, еще одного лучника. Издеваешься, что ли? Так, ну а я мечника тогда поставлю. Зигфрид. Кстати, он был в первой части Ведьмака. У нас счет 16-16. Кавалерия. Так, и у него 17. У меня есть... У нас что? Ливень. Даже дождь смердит мочой. Осадное орудие. Блин, у меня на лучников нету. Хорошо. Если я сейчас использую осадное орудие, у нас будет 17-17. У него будет ход в запасе, поэтому я использую лучников. Но при этом он наверняка бахнет на лучников именно. У него наверняка есть такая карта. И за счет этого у нас опять будет упадок. Смотри, он мечника использует. Но бесполезно. У нас 21. Я, наверное, спасую. Забавно, друзья. Первый баг в игре обнаружили. Короче говоря, как только я в игре нажимаю спасовать, то игра вылетает у меня на PlayStation. Надеюсь, что в ближайшем патче это исправят. Когда мы играем в Гвинт, я имею в виду, и нажимаю спасовать. И вот такая вот хрень происходит. Поэтому играть мы с ним не будем. Но поговорить-то стоит. Я думаю, это важно. Так, но мы уже все это читали, поэтому быстренько сейчас пропустимся. Да. Я еще одну же. Интересно. Но не знаю, как на ПК, там на Xbox, но на PlayStation вылетает. Может быть только у меня. Харьенову пойми. Вестница войны. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вестница войны. А, и второй раз это случайно? Нет. Что-то здесь делаешь. Что-то на фронт едет. Да-да-да-да. Опиши войну. Может, сходи, кто... Все те же выборы делаю, просто. Вестница войны. Да, ё-моё. Вераль, ты издеваешься? Нет. Так, все, прощай. Мне надо идти. Погоди, ведьмак. Нет. Но ведь это так просто. Нет. Меня жду. Ты вылетающий парень, поэтому... Я бы сыграл с местными. Но они и до десяти не сосчитают. Да и правил понять не могут. Но ничего. Возвращайся, если передумаешь. Окей. Как только исправят патчем, я вернусь. И тебе. Тебя обыграю. Дружище ученый. Так. Ну ладно. А вот мне интересно. У нас сохранилось то, что мы поговорили с остальными-то? Ну-ка. Давай-ка пробежимся. Оставь нас. Да. Мы с тобой не болтать, не драться не хотим. Поговорили. Ну, в смысле, да. Сохранилось. Свечку можно погасить. Можно выйти, да? Но я не буду. А с Эльзой? Так, все разошлись, да? Те ублюдки ушли. Еще чего-нибудь? А, как тебе вообще живется при Нильфгардцах? Как тебе жизнь при Нильфгардцах? Да как и при других. Стригут налоги, реквизируют то одно, то другое. Но зато заботятся, чтоб в деревне порядок был. А Тимерия тебе не жаль? Жаль ее мне, может, и было. Полгода тому назад, после смерти короля Фолькеста. А теперь... А теперь я хочу только, чтоб тихо было. Ну ладно. Прощай. Что? Что? Что за звук был сейчас? Геральт, ты, я не знаю, прям. Аккуратней, что ли, ходи. Женщину тут сбиваешь. Так, Весемир, ну что, тут все. Можно уходить. Что такое? Уже полгода мы на пути. А ведь с тех пор, как мы избавились от беса и сваруны, прошло уже больше полугода. Да, избавились и не только от беса. Как там звали этого сукина сына? Друга? Да будет ему земля пуха. Раньше все было проще. Чудовища, злые люди, добрые. А теперь... Перемешалось как-то все. Раньше было точно так же. Только ты, дедушка, подзабыл. Именно. И тебе меня возрастом попрекать. У самого почти сотня лет за спиной. Ну так вот. Геральт это нашел. Сто лет уже. Пока. А, Весемир. Так мы, может, пойдем уже? Нет. Я думаю, надо выйти и сработает какой-нибудь скрипт. Погнали. Чуть мое сердце, что будет именно так. Закрыто. Видимо, не со всеми поговорили. Так что ли? Слушай. Интересные дела. А, вон же дверь-то, е-мое. Из той двери не можем выйти, зато из-за этой. Всегда пожалуйста. Ну я же говорил, сработает какой-то скрипт. Кто такие? А, те ублюдки, да? Здорово, здорово, ребят. Хотите разборок, я вижу. Нам здесь таких не надо. Резню устраивать. Ой, не-не-не, не хочу. Успокойся. Я вам ничего не сделал. Успокойся. Правда. Ничего. Использовали знак Акси. Уже с чарами лезет, сукин сын. Вот видите? Они заметили. А, черт. Серьезно? Тихо, 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 тихо. Давай ты. Крестьяне. Вы бы лучше своими делами занимались. Было бы знакомиться. Они с ведьмаками пытались биться на кулаках. Отключились двух ударов оба. Успокойся, платва. Все хорошо. А ты че? Говорить не могу, не могу. Вот ведь ублюдки. Итак, война. Они тут еще устраивают. Наверное, хлеб надо съесть. Ну да. Вообще, мы узнали про гарнизон. И нам, наверное, следует туда отправляться. Наверное, так и поступим. Но в следующей серии. Вообще, я хочу тут окрестности осмотреть. Этой деревне. Понять вообще, как тут что работает. Посмотреть на карту вообще. Ну, займемся этим. Займемся. Все в следующей серии. Гуси ходят, смотри. Парень бежит, напугал их. Игра неимоверно крутая. Корова вон стоит неподалеку. Супер. Не забудьте поставить лайк. Спасибо за ваше время. За ваши просмотры. И оставлять комментарии. Как же круто все-таки. Спасибо еще раз вам говорю, что смотрите у меня. Совсем скоро уже следующая серия. Далеко не уходите. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok